Дорожный митинг жильцов дачных коллективов вблизи поселка Кирпичное начался накануне поздним вечером. Как рассказали местные жители, после таких решительных действий власти отреагировали и уже через два часа местная подстанция была отремонтирована. На сегодня подача электроэнергии здесь стабильна. Три дня не было почти, трое суток. Три дня не было. А теперь вот вчера в 11 или 12 часов дали ночи. А как у вас, как всегда, да, такая проблема или... Конечно, постоянно вот так, то буран или что, света нет. Восей вот в этой, и так, что здесь постоянно так. Вдоль Акжарской трассы рядом с мостом на Кирпичной расположены десятки садоводческих коллективов. Энергетик, Энергетик-2, Колос-2, Керамика и другие. Во всех них в последние двое суток не было света. Как следствие, лишились жители воды и тепла. Электроснабжение было восстановлено примерно к полуночи почти во всех коллективах. Но как минимум в Энергетике-2 люди еще три часа сидели без света, рассказала председатель. Приезжала гурсеть, когда мы вызывали их, когда просили их приехать, когда мы сделали осмотр, чтобы они приехали, да, и сделали нам подключение. Они просто взяли нас и отключили. Понимаете, мы вот сейчас поднимаем видеокамеры, я попросила, чтобы подняли видеокамеры и посмотрели, кто нас отключил от десятки. Не от той десятки, которая идет, а именно та десятка, которая идет к трансформатору. Понимаете? Мы вообще в шоке, что это произошло и почему они так сделали. Кто именно отключил подачу напряжения на трансформаторы коллектива «Энергетик-2», сами жители точно не знают. Поиск виновных продолжается. Но устранили проблему в итоге уже другие электрики, которых в коллективе наняли за свои деньги. Председатель коллектива «Энергетик-2» возмущена тем, как власти реагируют на отключение света в массиве. Даже без капризов погоды здесь часто возникают перебои в электроснабжении. По словам местных жителей, на баланс города инженерные сети дачников брать никто не торопится. Но и сеть энергосистемы, которая запитывает коллективы, тоже обслуживается спустя рукава.